Плывем, 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 загребаем! Красиво и как-то, знаете... Прямо там это, оттуда вода сбежала, вон там речку. Как это, Ниагарский водопад. Парнаул топило не ради съемок нового «Титаника». За 40 минут городские улицы ушли под воду не в угоду кинематографа. Ливневки элементарно не справились с таким потоком дождевой воды. Горожане отделались испугом, а владельцы кафе и ресторанов на Молотобольское заплатили рублем. Горанду полностью снесло. Мы потеряли часть, там, один зонт, часть забора. Часть, ну, практически все цветы потеряли. Сумо ущерб уже примерно известно? Знаете, я думаю, что это до 50 тысяч рублей. Уже задумываемся, если честно, как вести бизнес именно в этой точке, потому что неизвестно, что будет в следующий раз. На прошлой неделе топило молодежную, пролетарскую, партизанскую и другие городские улицы. После дождя ливневки начали экстренно чистить. Да так, что единственная техника по очистке ушла в ремонт. Если вдруг, не до Бог, подобный ливень произойдет, то как будете выходить из ситуации? У нас есть еще другая промывочная техника, мы ей пользуемся. Единственное, что канал промывочный, в ремонте мы не проходим каналы, но каналы у нас уже все после весны очищены. В Арнауле ливневыми канализациями оборудованы лишь 138 километров дорог. Этого мало власти признают. Чтобы минимизировать последствия сильнейших потопов, нужно в два раза больше, хотя бы 300 километров. Вот только ливневки удовольствие не из дешевых. Отремонтировать весь Змеиногорский тракт стоит порядка 300 миллионов рублей. Ну, там немножечко, чуть больше эта цифра. Если же строить ливневую канализацию на Змеиногорском тракте, то по всем современным требованиям, то есть выпуск должен осуществляться либо в более крупную переходящую магистраль, либо очистные сооружения. На Змеиногорском тракте там подключаться некуда, куда идет общий водосбор, нужно ставить очистные. Так вот, вернемся к первоначальной точке, откуда мы начали. Ремонт 300 миллионов. Мы грубо прикидывали стоимость строительства ливневой канализации очистных сооружений на этом протяжении. У нас появляется цифра для нас неподъемная. Это порядка трех миллиардов. Городской бюджет, как правило, не больше 10 миллиардов. На следующей неделе в администрации города пройдет очередное совещание, где вопрос своевременной очистки и строительства новых ливневых канализаций поставят ребром. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.